Лучший способ продать это сделать удобным купить. Но часто бывает гордость топ-менеджеров или руководителя мешает клиентам покупать, мешает, ну вот корона, да, можно сказать, мешает правильно оптимизировать затраты на маркетинг. Они обычно очень высокие, потому что надо привлекать новых клиентов, а со старыми клиентами люди не очень любят работать. Либо, например, гордость, что человек не понимает психологию внутри компании, что сотрудники часто бывает сталкиваются, если плохой сервис, сталкиваются с негативом, они устают от всякой желчи, которую клиент на них выливает, и за счет этого они, во-первых, устают, выгорают, во-вторых, идет текучка кадров. То есть если сотрудник понимает, что какой-то говнопродукт и плохие клиенты недовольны, он сам устает, он быстрее увольняется, чтобы в этой плохой компании не работать. А если товар, ну продукты, да, крутой товар, услуга, то сотрудник общается с довольными клиентами, и в принципе текучесть кадров, она стабильно идет. Ну какой-то маленький отток, но люди об этом меньше задумываются. Ну и бывает такое, что сервис не входит в долгосрочные перспективы компании. То есть если сервис на плечах не собственника, а топ-менеджеров, они, скорее всего, делают отчеты какие-то квартальные, либо полугодовые, и вот в годовую, либо дольше стратегию вот этот сервис не включает. За счет этого идет, ну, плохой продукт, плохое обслуживание, выгорание сотрудников, и не все вот в такие долгие перспективы смотрят. Либо это определенная зашоренность. То есть кто-то мыслит короткими спринтапами, короткими отрезками, но в плане сервиса надо понимать, что это история в долгую, и тоже надо это правильно учитывать и рассчитывать. Поэтому бывает какая-то заносчивость, корона или гордость, в общем, какие-то шоры мешают людям адекватно понимать, зачем сервис вообще нужен в компании.